Общее сведение. Для поддержания нормального уровня гормонов щитовидной железы, тероксина, Т4 и триатиронина, Т3, необходимо достаточное поступление в организм йода, являющегося составной частью их молекул. В условиях длительно сохраняющегося йодного дефицита, при нарушении механизмов адаптации развивается функциональная автономия щитовидной железы со стойкой гиперсекреции тиреоидных гормонов. Функциональная автономия щитовидной железы встречается преимущественно у лиц старше 50 лет и является часто и наиболее клинически значимой причиной развития тиреотоксикоза в йододефицитных регионах. Функциональная автономия щитовидной железы может быть унифокальной, с одним автономным солитарным образованием, тиреотоксическая. Аденома – мультифокальный, с несколькими автономными объемными образованиями, многоузловой токсический зоб и диссиминированный, с диффузным расположением в ткани железы и автономно функционирующих тиреоцитов. Чаще всего функционально-автономная тиреоидная ткань включена в узловые образования, примерно в 20% случаев, диссиминирована по всей щитовидной железе. При отсутствии тиреотоксикоза функциональная автономия щитовидной железы считается компенсированной, при его наличии – декомпенсированной. Функциональная автономия щитовидной железы – причина ипотогенез функциональной автономии щитовидной железы. Причиной развития функциональной автономии щитовидной железы является продолжительная избыточная стимуляция железы, возникающая при легком или умеренном йодном дефиците и имеющейся микрогетерогенности тероцитов. Увеличение синтеза ТТГ в условиях йодного дефицита помогает поддерживать продукцию тиреоидных гормонов на нормальном уровне. Состояние хронической гиперстимуляции щитовидной железы приводит к гиперплазии тиреоидной ткани и диффузному увеличению железы. Диффузный и утереоидный зоб. При этом преимущественный рост получают клетки с высоким пролиферативным потенциалом, делящиеся более активно и формирующие узловые образование – узловой и многоузловой утереоидный зоб. Вследствие запаздывания репаративных процессов в генетическом аппарате делящихся клеток возникают активирующие соматические мутации. Гены рецептора ТТГ – а субъединицы каскады одинилациклазы, вызывающие стойкую активацию синтеза тиреоидных гормонов, независимую от регулирующего действия гипофиза Т.Е – функциональную автономию щитовидной железы. На начальных стадиях функциональной автономии щитовидной железы образуются «горячие узлы», но при этом сохраняется и утереоидное состояние. И нормальный уровень ТТГ – компенсированная форма. Постепенно, в условиях продолжающегося йодного дефицита, объем автономной тиреоидной ткани увеличивается, превышает некий пороговый уровень. Формируется многоузловый токсический зоб с признаками субклинического, а затем манифестного тиреотоксикоза. При этом происходит подавление секреции ТТГ и уменьшение поглощения йода неизмененной окружающей тканью щитовидной железы, декомпенсированная. Форма функциональной автономии. Процесс формирования функциональной автономии щитовидной железы в условиях легкого и умеренного дефицита йода занимает многие десятилетия. Симптомы функциональной автономии щитовидной железы. Клиническая картина функциональной автономии щитовидной железы определяется синдромом тиреотоксикоза исходно по симптоматике с болезнью Грейфса – диффузным токсическим зобом. Отличительной особенностью тиреотоксикоза при функциональной автономии щитовидной железы является длительное субклиническое течение С последующим постепенным развитием симптомов выраженного гипертириоза, отсутствия эндокринной офтальмопатии, атипичная скудная клиническая Картина заболевания в пожилом возрасте. При утереоидном состоянии и субклиническом течении функциональная автономия щитовидной железы может оставаться бессимптомной, компенсированная. Форма заболевания выявляется обычно только при сцентеграфическом исследовании. Среди признаков декомпенсированной функциональной автономии щитовидной железы можно выделить субфибрильную температуру, плохую переносимость, тепла, потливость, потерю веса, мышечную гипотрофию и слабость, раздражительность, беспокойство, бессонницу, отеки, сердечно-сосудистые нарушения, желудочные расстройства. Манифисный тиреотоксикоз при функциональной автономии щитовидной железы проявляется прогрессированием нарушений ритма сердца. Синусовая тахикардия, мерзательная ритмия, учащение импульса, повышение мат, миокардиодистрофии, развитием сердечной недостаточности. Диагностика функциональной автономии щитовидной железы. Диагностическое значение при функциональной автономии щитовидной железы имеют данные клинической картины и анамнеза. Результаты комплексного лабораторного исследования функции щитовидной железы. Определение уровня ТТГ-Т3 и Т4 свободного антител к рецепторам ТТГ-Ф крови, УЗИ, сцинтиграфии и тонкоигольной аспирационной биопсии узлов щитовидной железы с цитологическим исследованием. В случае функциональной автономии щитовидной железы с субклиническим течением териотоксикоза отмечается снижение ТТГ, нормальные значения Т4 и Т3, при выраженном териотоксикозе при снижении ТТГ уровни Т4 и Т3 повышаются. С помощью УЗИ доплерографии щитовидной железы определяют ее объем, наличие узловых образований и ускорение кровотока. Объем автономных узлов равный 15 мл 3 см восточной долготриаметре считается критическим в плане развития териотоксикоза. Сцинтиграфия щитовидной железы в ТТГ, часть супрессионная на фоне приема тироксина позволяет выявить все три варианта функциональной автономии, оценить функциональную активность окружающей териоидной ткани. Дифференциальную диагностику диссиминированного типа функциональной автономии щитовидной железы проводят с диффузным токсическим злобом. При узлах щитовидной железы диаметром более 1 см выполняют тонкоигольную аспирационную биопсию под контролем УЗИ с цитологическим исследованием пунктатов позволяющим 80% случаев дифференцировать териотоксическую аденому от высокодифференцированной одинокарциномы. Лечение функциональной автономии щитовидной железы На сегодняшний день в эндокринологии не существует единого подхода к лечению функциональной автономии щитовидной железы, в зависимости от конкретной ситуации применяются консервативные хирургические методы и терапия радиоактивным йодом самостоятельно или в сочетании друг с другом. При компенсированной функциональной автономии щитовидной железы показана тактика активного наблюдения с ежегодным обследованием пациента эндокринологам и запретом на введение препаратов йода. При декомпенсированной функциональной автономии щитовидной железы и развитии териотоксикоза в качестве подготовки к радиоатерапии или хирургической операции проводят медикаментозное лечение антитериоидными препаратами, териостатиками, тямозолом, пропилтеурацилом. Для достижения утиреоидного состояния Хирургическое вмешательство показано при узловом и многоузловом токсическом зобе с объемом автономно функционирующей ткани более 3 см в восточной долготриометре. Тип операции зависит от степени распространенности функциональной автономии щитовидной железы и может варьировать от субтотальной резекции щитовидной железы до тотальной териоидыктомии. При териотоксической аденоме после компенсации териотоксикоза выполняет удаление пораженной доли железы с перешейком геметилеодоктомию. Методом выбора при функциональной автономии щитовидной железы считают терапию радиоактивным йодом Ай-131, разрушающим гиперсекретирующие клетки, что постепенно приводит к снижению уровня териоидных гормонов. После оперативного вмешательства и радиоядотерапии возможно развитие гепатириоза, требующего назначения пожизненной и заместительной терапии алтероксином в возрастной дозе.